Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля! В эфире еженедельный дайджест новостей компании. Сегодня вас ждут ключевые события прошедшей недели. Приятного просмотра! В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии лидеры ответственного бизнеса. Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей отметили крупнейшие российские компании за ответственное ведение бизнеса и раскрытие информации об устойчивом развитии. Норникель стал лауреатом первой степени и получил сразу три диплома за вклад в устойчивое развитие территорий, развитие человеческого потенциала и решение стратегических задач экологической и климатической направленности. Мы в Норникеле считаем, что социально устойчивое развитие — это часть нашего ДНК. Именно поэтому в Норильске реализуется самая крупная экологическая программа в России, наша серная программа, реализуется проект по реновации города и многое другое. Надеюсь, что все, что нам удастся сделать в ближайшие 10 лет, повлияет на стандарты социально устойчивого развития в нашей стране и даст хорошие примеры, хорошие кейсы для всех, кто захочет последовать нашему примеру. И огромное спасибо всем, кто высоко оценил наши социально-экологические усилия. 27 апреля Александр Попов был назначен на должность старшего вице-президента, операционного директора и руководителя Забайкальского дивизиона. Кроме того, по решению Совета директоров совсем скоро он войдет в состав правления Норникеля. В Дудинке завершился самый северный международный турнир по керлингу – Норникель Керлинг Кап. В этом году спортивное событие собрало лучшие женские команды из России, Казахстана и Беларуси. По традиции соревнованиям предшествовала красочная церемония открытия с участием фигуристов, воздушных гимнастов, танцевальных и вокальных коллективов Крайнего Севера. Главным событием церемонии стало театрализованное представление и яркое зажжение огня соревнований – символа честной спортивной борьбы, стремления к победе и дружбы между всеми командами. Кстати, для всех любителей активного образа жизни были организованы мастер-классы по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из спортивных винтовок. Легенды спорта и олимпийские чемпионы Александр Панжинский и Дмитрий Малышко обучили участников всем навыкам, а еще провели мини-соревнования, по итогам которых каждый получил памятный подарок от спортсменов. О значении турнира подробнее рассказал Михаил Котюков, губернатор Красноярского края. «Дудинка» уже восьмой раз принимает замечательный турнир с международным статусом. Уже 11 стран, 11 команд побывали здесь, увидели, как меняется сегодня российский север, как меняется «Дудинка». Почти 4000 человек уже вовлечены в этот вид спорта. Уверен, что это далеко не предел, и такие турниры, конечно, привлекают людей все новых и новых. Спорт красивый. Благодарю Федерацию Керлинга России за поддержку, за доверие. Желаю всем командам успешных выступлений. На протяжении четырех дней спортсмены упорно боролись за заветные награды, и мы готовы объявить результаты турнира. Внимание на экран! Поздравляем с заслуженной победой! Под Талнахом прошел фестиваль зимних активностей «Сноурайд Путорана-2024». В этом году в гонках на снегоходах и сноубайках по кросс-кантри приняли участие более 30 владельцев мототранспорта, показавших свое мастерство на нижней дороге на красные камни. На международной выставке Mining World Russia наградили победителей конкурса «Горная индустрия 4.0». По традиции жюри конкурса отметила лучшие инженерные и IT-команды, которые реализуют цифровые проекты. В этом году победителем в номинации «Решение на основе искусственного интеллекта для горного производства» стал проект внедрения ML-решения для управления процессом измельчения на Быстринском ГОКе. Подробнее о нем рассказал руководитель направлений инноваций Забайкальского дивизиона Норникеля. Сейчас ML-решение — это такой продвинутый круиз-контроль. Когда оператор работает с этой системой, от 90% времени он работает в режиме круиз-контроль. Система принимает за него решения, система подбирает параметры, система старается максимизировать переработку. При этом разгружает рутинные операции для оператора. Для нас это знаковый проект, потому что мы впервые опробовали пилотные решения, и здесь коллеги с нашего предприятия в том числе серьезно помогли нам. Победа в конкурсе — это не конец этой истории. У нас в целевой картине мира мы должны замкнуть всю цепочку создания стоимости продукции на предприятии, от добычи до продажи, до отгрузки, в какую-то общую цифровую систему, которая помогала бы нам принимать правильные управленческие решения на основе экономических показателей. 27 апреля в Красноярске состоялось торжественное открытие речной навигации. В этом сезоне флот из 400 высококлассных судов переправит по Енисею 3,5 миллиона тонн грузов, большая часть которых традиционно придется на заказы норникеля. На два дня Норильск превратился в настоящий центр научных открытий и изобретений. В северном городе состоялся молодежный фестиваль Arctic Wave 2024. Гостями мероприятия стали более 2000 юных норильчан. Их ждали научные лекции, опыты, интерактивы и мастер-классы. Также в программу впервые вошел финал конкурса изобретений iMake. Кстати, сегодня фестиваль стартовал и в Манчегорске. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, чтобы не пропустить все самое интересное. Ссылки в описании. Недавно к концу подошел 19-й всероссийский конкурс «Тренерское мастерство». Его участниками стали более 270 сильнейших коучей, методологов и бизнес-тренеров со всей России, Белоруссии и Казахстана. В командном зачете конкурса весь коллектив норникеля занял третье место. А обладательницей серебра в номинации «Функциональный тренер» стала Алина Пелюгина, специалист по культуре безопасности в компании. Кстати, подробнее о профессии тренера и лучших практиках промышленной безопасности Алина рассказывала в выпуске подкаста «Слушай, это топ». Ссылка на ролик в описании. До встречи через неделю и хороших вам выходных!